Вечер добрый, мы снова в прямом эфире. Это подробности недели, специальный выпуск Ночь выборов. Представлю наших гостей. Пан Руслан Кошалынский, представник «Свободы». И мы ждем включения из Центра избиркома, если есть возможность. Так. Давайте мы разберемся. У нас есть возможность сейчас поговорить с Александром Кихтенко, председателем Донецкой обладминистрации, либо Центра избирком. Бум. Сложный сегодня день технически. Кто у нас на связи? Хорошо. Александр Кихтенко, председатель Донецкой обладминистрации, с нами на связи. Ну вот только что камеру буквально, по-моему, подсоединили. Слышит ли нас гость? Господин Кихтенко, вы слышите нас? Ну вот в эти минуты, вы видите, сложный эфир, там налаживают звук. И давайте сейчас тогда в Центр избирком перенесемся, а потом поговорим с Донецком. Валентина Левицкая, и с ней председатель Центра избиркома, господин Охиндовский. Давайте в цирку передадим слово, узнаем последние данные, и будет возможность поговорить с председателем Центра избиркома. Дмитрий, добрый вечер. Вы меня слышите? Мы слышим, мы готовы вам даже слово передать. Пожалуйста. Итак, Дмитрий, как вы правильно заметили, у нас в эфире Михаил Охиндовский, глава Центра избиркома. Мы можем ему задать вопрос. Итак, известны ли уже окончательные данные по явке избирателей в Украине? Прошу, Михаил Ильич. На данный момент обработаны результаты, предварительные результаты подсчета количества избирателей, принявших участие в голосовании, со 172 округов. И показатель явки составляет 52,59%. Я хотела бы вам задать еще вопросы о наиболее экстремальных случаях, которые сегодня происходили на участках. Итак, окружная избирательная комиссия номер 50, это Красноармейск Донецкой области. По поступившей информации, возле окружкома находятся некие вооруженные люди, а милиция пытается вывести всех наблюдателей якобы из помещения. Вам что-то известно об этой ситуации? Именно об этой ситуации у нас официальной информации нет. Сообщений из окружной комиссии мы пока не получали. Наоборот, по нашей информации, как раз в окружной комиссии все спокойно. Возможно, подобного рода проявление имеет место на отдельных избирательных участках этого округа. И в этой связи хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия, к сожалению, прогнозировала подобного рода проявления. И мы информировали как избирательные комиссии, так и правоохранительные органы, в том числе и подразделения вооруженных сил, подразделения службы безопасности Украины, о возможности подобного рода проявления. Безусловно, присутствие вооруженных лиц в непосредственной близости от избирательных участков, от помещений окружных избирательных комиссий, а уж тем более в самих этих помещениях является абсолютно недопустимым. И если подобного рода лица будут пытаться присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, оказывать давление на членов комиссии, вообще в принципе входить в их помещение с оружием, то правоохранительные органы должны реагировать незамедлительно, выводя таких лиц из помещения избирательных комиссий. Теперь вопрос о 217 округе, это Оболонский район города Киева. По нашей информации, там до 16 часов не работал центральный сервер, и это якобы не были технические проблемы, а были некие политические игры, опять же, главы окружной комиссии, а потом говорили о каких-то тетушках, которые якобы появились там в этой комиссии. Что вам известно, и какова ситуация сейчас там? Во-первых, мне известно то, что ни в одной окружной избирательной комиссии в принципе не существует центрального сервера. Сервер системы выбора существует исключительно в центральной избирательной комиссии. Определенные проблемы организационного характера в работе 217 комиссии действительно имели место. На данный момент, по нашей информации, комиссия полностью готова к приему протоколов участковых избирательных комиссий, и мы ожидаем, что она будет работать так же, как и все остальные окружные избирательные комиссии. То есть можно сказать, что таких форс-мажоров, которые могут повлиять на срыв выборов в Украине пока нет? Ну, в Украине в целом, наверное, говорить о фосмажоре в принципе не приходится. А что касается 217-го, то, безусловно, понятен политический компонент противостояния, которое там происходит. Там есть два очевидных лидера электоральных симпатий, которые очень жестко, иногда, может быть, на грани фола, а может быть и за грани фола конкурируют между собой. К сожалению, в эту конкуренцию иногда оказываются втянутыми и избирательные комиссии. И я думаю, что нашим коллегам и из окружной комиссии, и из участковых комиссий хватит чувства ответственности и просто мудрости для того, чтобы не дать втянуть себя в подобное противостояние и честно посчитать голоса, которые избиратели уже отдали на выборах за этих кандидатов. Большое спасибо, Михаил Владимирович. С нами в эфире был глава Центра избиркома Михаил Ахендовский. Ну, а я напомню, Валентина Левицкая в Центре избиркома и в прямом эфире в режиме реального времени следит за всеми событиями. Ну, и за подсчетом голосов, я так понимаю, что вот уже первые протоколы начинают Центр избирком подсчитывать. Если есть возможность, давайте к Донецку вернемся. Мы пытаемся наладить связь все это время с Александром Кихтенко, губернатором Донецкой области. Господин Кихтенко, слышно нас? Так, и ваше. О, доброе, доброе, доброе. Дякую, что приеднался, доброе, что звездок наладил. Скажите мне, будь ласка, как у вас проходили выборы, и мы сегодня с ЦВК говорили про проблемные округи. Насколько у вас проблемными есть той же 50-й, той же 59-й? Ну, на сегодняшний день, по поводу апеллятивного штаба, по поводу людей, которые контролируют в ход виборчий процесс, я могу сказать, что организованно прошли выборы, была обеспечена безопасность граждан, была надана возможность им проголосовать, и при этом великих эксцессий на выборчих участках не было. Были дробные какие-то конфликты, на которые своевременно реагировала милиция, соответственно, к закону про выборы, и именно работники милиции обеспечили безопасность на всех выборчих участках. Панове, а у вас есть какие-то вопросы к губернатору Донецкой области по Донецку, по проблемным округам? Да, пану Александру, будь ласка, мы готовы вас почути. Продолжите, будь ласка. Продолжите, будь ласка. Преуполя и до певночей Донецкой области. Это, конечно, речь, что это завдание было не, скажемо, не поддаться, я имею в виду, активизация войсковая. То есть вас удивляют слова, пана Кихтенко, что все спокойно? Ну, скажемо, так, это спокойно не дыхает. Особенно те, что сранку была активизация, военная активизация. И когда глава адміністрации говорит, что все гаразд, ну дай бы Бог, дай бы Бог. Сергей, а что вы знаете про ситуацию на Донеччине? Насколько вы занопокоенны? Я с Донеччиной меньше связанный. Моя зона ответственности – это Луганская область. Вот. У нас даже, ну, и получили команду, если даже будут мелкие провокации, не отвечать максимально тиша. Чтобы выборы прошли спокойно. И, в принципе, по Луганской области тиша. Даже не удивляюще на то, что нам не дали проголосовать. Господин Кихтенко, мы пытаемся, у нас сложная связь сейчас с Донецком. Скажите, вот 50-59 округа, вы начали отвечать. Если можно, расскажите нам, что там за проблемы с этими округами? Я не вижу там никаких серьезных проблем по этим округам. Все вопросы безопасности, что касается безопасности, они были выполнены в полном обсязе. Никаких проблем там стосовно организации выборчего процесса тоже не было. Если говорить про 59-й округ, то были изменены майжи этого округа. И с Улагирска он был перемещен в телебезпеку в Великой Новосилке. Поэтому окружная выборчая комиссия работает. Голова на месте там. Член выборчикома тоже на месте. Так что я не вижу там никаких проблем. Спасибо большое. У нас Донецк был на связи, Александр Кихтенко. У меня до вас упох запитание. Скажите, пожалуйста, я подавлюсь статистику сьогодні на передодні эфиру. Институт Горшенина проводил опитывания. И 30% десь украинцев сказали, что если их не влаштует новая Верховная Рада, ну Рада, яка щойно выбрана, они готовы снова выйти на Майдан, снова требовать изменения, снова требовать... Вы чувствуете, вы верите в то, что может быть Третий Майдан? Конечно, речь. То есть, что породила Революция Гидности? Відчуття повернення свободолюбивості. То есть, ген свободы в украинцах на активнейший. Зауважьте, 16 вересня ухвален закон про люстрацию, підписанный, здається, в дію вийшов там 13-14 жовтня. За цей час, коли без влади закону немає, відповідно люди вигадують свій закон. Ну, немає порожнечі. Запит великий, а наймані працівники його не втілюють. Що може статися в державі, щоб був третий Майдан? Як тільки влада не буде відчувати громаду і не буде відповідати його запиту, ну то громада буде діяти адекватно. Це показав Майдан. Як тільки влада не відчуває акупунктуру повністю все, тоді буде зовсім по-інакшому. Тоді завдання невиконане і громада буде у свій спосіб втілювати так, як вони це бачать, з перегивами чи не з перегивами, але вона буде це забирати. Тобто, відповідно, це має місце. Тобто, ці цифри цілком. Люди відчули, що нарешті вони можуть впливати на владу. Виходячи на вулицю, демонструючи, будь-яка влада боїться двох речей. Це засоби маси інформації і люди на вулиці. Якщо люди виходять на вулицю, значить є проблема. А влада має на це реагувати. Не реагує, буде ще жорсткіше. Тоді цілком може буде відрати. Наскільки реален Третьий Майдан? Як ви думаєте, буде ли довго народ терпеть, якщо буде люстрація? І ця люстрація буде виборчна? Якщо будуть далі те ж, во власі будуть брати взятки, те ж, або навіть ще більше? Народ терпеться довго не буде. Він знову їх викинє. Переломають просто власть через колено і все. Давайте прервемся. У нас є обращення президента. Президент говорил о том, як він видит ці вибори і їх результати, ну і будущее країни, будущее переміни, які должны бути реалізовані, щоб не було Третього Майдана. Давайте послушаємо президента. Дорогі співвітчизники, вітаю вас зі святом демократії. Щойно закрилися виборчі дільниці, на яких десятки мільйонів громадян обирали нову Верховну Раду. Виборча компанія і день голосування відбулися чесно, демократично, прозоро, з високим рівнем політичної конкуренції. У відповідності з європейськими стандартами пройде і підрахунок голосів, який щойно розпочався. І я дуже сподіваюся, що дуже швидко закінчиться. Результати екзитполов дають підстави зробити перші висновки. Не далі, як вчора, я просив вас проголосувати за демократичну, реформаторську, проукраїнську та проєвропейську більшість. Дякую, що почули. Дякую, що підтримали цей заклик. Конституційна більшість, понад три чверті виборців, які взяли участь у голосуванні, потужно та безповоротно підтримали курс України на Європу. Українська влада, яка йшла на вибори кількома колонами, отримала переконливий вотом довіри від народу. І списки провладних партій набрали більше 50%. Такого рівня підтримки на парламентських виборах українська влада не здобувала ще ніколи. Та я розумію, що це кредит, який ми важкою та самовідданою працею ще довго маємо повертати людям. Не може не тішити і той факт, що більшість виборців висловилася за ті політичні сили, які підтримують мирний план президента. Шукають політичних спосіб регулювання ситуації на Донбасі, приділяючи при цьому належну увагу зміцненню наших збройних сил. В явній меншості залишилися прибічники силового вирішення ситуації і взагалі всі демагогії та популісти, які намагалися звабити виборців простими рецептами для лікування надзвичайно складних проблем, які зараз стоять перед державою. Люди проголосували за політичну більшість з потужним реформаторським потенціалом. І ще один дуже важливий символічний підсумок – Народний суд, вище якого лише суд Божий виніс смертний вирок Комуністичній партії України. Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Я вас вітаю всім. І українці завдали вирішального удару по п'ятій політичній колонії. Справедливість восторжествувала і щодо партії регіонів, яка взагалі не змогла взяти участь у виборах у зв'язку з повною втратою довіри виборців. Вибори – це найкраща люстрація, я завжди це казав. І дорогі співвітчизники, результати екзитполів показують, що я не помилився, приймаючи рішення про позачергові вибори парламенту. І коли за кілька днів вже побачу офіційні дані, напевно зможу сказати, що я як президент задоволений під сумками голосування. Перезавантаження влади завершується. І зволікання зараз з реформами смерті подібне. Тому я очікую якнайшвидшого формування нової коаліції. І хоча це обов'язок політичних партій та народних депутатів, як президент не буду стороннім спостерігачем. Я максимально прискорюватиму цей процес, який має завершитися формуванням нового уряду та ухваленням першого пакету реформаторських законів. Моя команда вже підготувала ґрунтовний проект коаліційної угоди. Вона не про посади. Вона про принципи та ідеали. Про реформи та конкретні закони. Вона про зміни на краще для всіх та кожного. Дорогі українці, безмежно дякую вам за підтримку демократичного курсу. Ще раз вітаю з Днем справді народного волевиявлення. Час єднатися за Ради Вітчизни. Слава Україні! Дмитрий, буквально... Да, я как раз хотел спросить, какие настроения и о чём вот сейчас говорят в кулуарах? Назовають ли какие-то кандидатуры, видят ли уже Яценюка будущим премьером? Да, Дмитрий, вот буквально несколько минут тому назад завершился брифинг премьер-министра Арсения Яценюка. А в целом он должен был быть здесь еще в 8 часов. Но вот как нам стало известно, вместо того, чтобы приехать в штаб, Арсений Яценюк поехал встречаться с президентом Петром Порошенко. О результатах встречи он рассказал как раз только что на брифинге. По словам лидера Народного фронта, он готов формировать коалицию с президентской силой. И основанием для формирования такой коалиции должно стать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Конечно же, главный вопрос, захочет ли Арсений Яценюк сохранить за собой кресло премьер-министра, на этот вопрос он не ответил, так как по окончанию брифинга сразу же уехал, не став отвечать на вопросы журналистов. А так как как ранее на брифинге сообщил еще один лидер Народного фронта Александр Турчинов, он не видит в премьерском кресле больше никого, кроме Арсения Яценюка. В целом, как раз именно закрепление кресла премьер-министра за лидером Народного фронта, скорее всего, и станет предметом торгов формирования коалиции между Народным фронтом и блоком Петра Порошенко. Также, по некоторой информации, Народный фронт может предложить президентской силе и оставить в кресле министра внутренних дел и министра финансов. Арсений Яценюк также только что обратился к Центральной избирательной комиссии, попросил как можно скорее опубликовать предварительные итоги голосования, и это должно стать сигналом для начала формирования коалиции. В целом, на данный момент эта вся информация. Будем дальше следить за новостями, которые будут появляться в штабе Народного фронта. Спасибо. У нас штаб Народного фронта был на связи. Напомню, Алексей Пшимиский. Знаете, у меня вопрос к вам обоих. Кажет наш корреспондент из штаба Народного фронта, что блок Петра Порошенко и Народный фронт ведут коалиционные разговоры, коалиционные какие-то перемовины. А какое место свободы, какое место радикальной партии в этом процессе? Вы видите себя в коалиции, вы видите себя в переговорах? И вообще, про что вы сейчас думаете? Что для вас номер один, что для вас номер один сейчас? Во-первых, нужно все-таки, чтобы приехали мокрые печатки. Ну а дальше, если будет предложена совпадка, как говорил пан Ляшко, что мы готовы совпадать с любой силой демократичной. То есть вы готовы к коалиционных перемовинам? Конечно. Мы открыты. К любых перемовин. А на что будете принадлежать? Какие условия? Пока же час. Пан Руслан. Отже, основная программа, то есть, которая будет коалиционная огода, врахованы, скажем, думки, националистические думки, которые представлены в программе свободы. Это будет важный вопрос. Я думаю, что, с глядом на позиции, которые сегодня задекларировал президент, а мы сейчас говорим про то, что неймоверным достигнением и правом, что сегодня произошло, это усунение людей-навесницкой идеологии из парламенту. Нема коммунистической партии. Мы про коммунистов как раз будем говорить с вами. У нас сюжет далее есть. Я попрошу вас. Конечно, речь. Мы готовы, свободы готовы до подписания коалиционной угоди. Сейчас нужно текст, оприлюдинение текста, чтобы это было видно. А у вас есть умова, ваша цена? Умова, цена. Тут нема в цени, тут в швидкости має бути. Чим швидше запрацює парламент, чим швидше запрацює новий уряд, тем швидше будет действие. Будет затягнение, будет проблема. Ван Сергій, я знаю, що вас дали інший ефір. Я вам маю подякувати. Подякувати, що було в нашій студії. Подякувати за те, що на фронтіру було, і ви, ваші хлопці. Ми продовжаємо. І, наверное, один із главних результатів цих выборов, ну, как би там соціологи не трактовали цифры, но уже сейчас понятно, що коммунистической партиї в новому парламенті не буде. Україна шла к этому долгі годи. Вениамин Трубачев об окончании коммунистической епохи. Крущівки, полуразрушений дом быта і закрытые магазини. Ничем не примечательний поселок в Харьковській області. Якщо не названня – коммунист. Здесь до сих пор кое-кто голосує за красних. Да, за коммунистів, конечно. Ми ж коммунисти получили. Коммунистів нам і квартири дали, і все дали. А що зараз дає, я кача в вас, що воно дає? Скажіть, пожалуйста. Старшее поколение ностальгирує по-прошлому, а вот молодежі о коммунистах вообще ничего не знає. А хто це вообще такой коммунист? Человек мене... Была війна, і все. А потім СССР розпалася, і все. Начинається новий вік. Митинги коммунистів – це сплошне дежавю. Вот кадри хроники. Красные флаги, песни о трудовых достижениях і звонки, лозунги о равенстві. Так було в СССР. Точно також в независимій Україні. Тільки участників таких парадів стало намного менше. Правда, слова Ленина і через столетия вечно жили. Партию ми повинні приймати воров, лакеїв, пауперів, босякових проституток. Але, розуміється, вони повинні поступати в нашу партию, а вони наоборот. І зараз те саме. Там одні люди в цій партії, які не хочуть ніде робити. Не хочуть, не хочуть потякати і дурачити НАТО. В цьому году коммуністам отмечати годовщину Октябрьської революції придеться, скорее всего, без размаха. І без свого привычного міста поклонения. Поклоняться уже некому. Во времена Майдана памятник Ленину в Киеве сбросили з пьедестала. После этого гранитного Владимира Ильича растащили на сувениры. В Україні начался Ленинопад. Ленина повалили в Сумах, Житомире, Полтаве, Хмельницком, Днепропетровске, Харькове. В общем, все города и не счесть. То, что памятник Ленинопад, конечно, это, может быть, и надо делать. Ну, парочку хотя бы оставили, поскольку и мою фамилию написали. Александра Склярова иногда называют киевским Лениным. Актер поддерживает снос памятников. И, несмотря на амплуа, он ярый противник коммунизма. Я коммунистом никогда не был. И, как говорится, голосовать, конечно, я не голосовал, потому что я демократ. И, как говорится, я люблю правду, истину, брехнюю не люблю. Репутацию бессменного лидера украинских коммунистов Симоненко в этом году изрядно подмочили. У него обнаружили дом стоимостью в миллионы долларов. А во дворе был припаркован дорогущий Астон Мартин. Теперь борца за права трудящихся преследуют активисты. Очень стыдно, что если вы будете спать, очень надеюсь, что... А кто? Надеюсь, что в парламенте вы не пройдете. В Украине Симоненко критикует капиталистическую Европу. На это не мешает ему там отдыхать. Вот фото из Австрии, а еще чаще он летает в Испанию. В парламенте прошлого созыва фракция коммунистов распалась. Ретин приближается к нулю, а сейчас идут суды о запретах Компартии в Украине вообще. Мне кажется, что эти вещи нужно доводить до конца. Это нужна речь, потому что идеология коммунистичная, это идеология с фашизмом на одному поверхности находится. Коммунисты отвечают традиционно. Это происки капиталистов. И гонения они не боятся. Мы будем снова бороться за восстановление коммунистической партии. Если придется, мы создадим новую партию с теми же идеями и будем продолжать борьбу. На этом свет Клином еще не сошелся. Компартия уже была под запретом в начале 90-х. После двух лет работы в подполье Красным снова разрешили идти в парламент. Это таки этавизм, який дуже давно себе пережив. Это какие-то мощи, які встают и ходят, гальванизуют. Без кинца вот этот Франкенштейн. Но и так, что иначе, это подпитка совка. Вот такой коммунизм до рівня совок. Биография Ленина с иллюстрациями. Вот такие коммунистические значки, вымпелы. Все это уже история и музейные экспонаты. Конечно, можно и по-другому взять и разрушить все советские памятники и сжечь красные флаги. Но это слишком просто. Намного сложнее изменить у людей в обществе совковое мышление. В поселке коммунист с атрибутами коммунистического прошлого уже распрощались. Поснимали даже дорожные знаки. Осталось сказать «прощай» названию. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Вениамин Турбачев, Иван Нашхиндер, Лидия Калинина и Геннадий Вивденко. Подробности недели телеканал «Интер», Киев, Львов, Харьков. Подробности недели продолжаем. У нас только что появилось включение. Мы можем поговорить с одним из лидеров оппозиционного блока, господин Вилкул. Вечер Добрый. Скажите, как у вас проходили выборы? Какие замечания, какие впечатления? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы видите, я с вами общаюсь из Днепропетровска, не из киевской студии. Я немножко позже объясню, почему. Но в первую очередь я хотел бы сейчас обратиться к жителям своей родной Днепропетровщины, к жителям всех промышленных регионов нашей страны, которые, несмотря на давление, запугивание, присутствие вооруженных людей, как в Донбассе на избирательных участках, или стрельбу, как в Кривом Роге сегодня перед окружной комиссией, пришли на выборы. Вы настоящие герои. Вы пришли сегодня отстоять свое право на мир, право на жизнь в единой стране, на стабильную работу и стабильную заработную плату. И мы вас не подведем, как никогда не подводили. О какой чистоте можно выборов вообще говорить, если эти выборы по беспределу уже побили все рекорды? Вот на Днепропетровщине за период избирательной кампании более 500 зафиксированных нарушений, а сегодня около 200, начиная от попыток каруселей, выноса бюллетней с избирательных участков, заканчивая стрельбой в Кривом Роге, как я уже сегодня говорил. И нахожусь я в Днепропетровске сейчас, как раз за тем, чтобы защитить голос каждого человека, который проголосовал право на свободное волеизъявление. Мы сегодня работаем, сейчас и будем всю ночь работать во всех участковых избирательных комиссиях, окружных избирательных комиссиях. Здесь очень много международных наблюдателей, и мы будем бороться за каждый голос. Спасибо большое. Мы вас услышали. Александр Вилков был с нами на прямой связи. Для того, чтобы попрощаться с нашим гостем, пан Руслану, у меня очень короткое вопрос. Я вам буду дякувать, что пришли. Скажите, мы с вами разом подавили сюжет про коммунистов. Ваше ощущение, это на завжди, как больше не будет в истории Украины, что повернутся, есть шанс? На завжди. Золю на те, что нет символа. Доброе. Вот вы видели на экранах, как скидали. Вот как раз человек, который крутил этот первый момент, это министр российского хозяйства Швайка, который скидал памятник Ленина на Бессарабце. Вот это основа. Нет символа, нет радянской влады, нет Ленина, их больше никогда не будет. Оптимистично, дякую, еще пришли. Дякую, это наекрасиво. Мы продолжим, у нас есть еще одно включение. Если можно, да, у нас есть штаб Батькивщины, там Катя Лысенко готовится прямо сейчас, в эти минуты, к включению. Катя, а мы уже вас видим, слышим, мы хотели бы услышать, как комментируют последние результаты в штабе Батькивщины, ну и во-вторых, вот внутренняя информация, если была возможность поговорить с кем-то из депутатов, как комментируют будущие кадровые назначения, будущую коалицию. Пожалуйста. Катя, мы не слышим вас. Если можно, давайте вы наладите. Да, вы наладьте звук, пожалуйста, мы в любую секунду к вам вернемся. Извините, сложно сегодня эфир. Много точек, много информации, которую хочется вам рассказать. Ну, видите, у меня уже просто даже огромная распечатка текстов в руках собралась. Есть важная тема, о которой я сейчас бы хотел с вами поговорить, но потом вернемся к тому, что в штаб Батькивщины происходит. Голоса из оккупации. Выборы в Донецкой области прошли только в некоторых округах. Выборы в Луганской области только в 6 из 11. По оценке Центризбиркома, проголосовать не смогли около 3 миллионов жителей Донбасса. Они находятся на оккупированных территориях. Многие даже не знают, что сегодня выборы. Многие хотели бы проголосовать, но просто физически не смогли это сделать. И вот моя коллега Валентина Левицкая о том, что думают о нынешней избирательной кампании, там, где хозяйничают террористы и российские военные. Обстрелы каждую ночь, сутками. Эту ночь так стреляли, что аж земля содрогалась. Осталось на поселке с 5000 населения 400 человек, если грубо. Без газа, света и воды уже 5 месяцев выживает поселок Спартак. В нескольких километрах Донецкий аэропорт, за который идут ожесточенные бои. Здесь уже научились отличать, где стреляют и из чего стреляют. Пока далеко нужно успеть приготовить обед и нагреть воду. Кипяток в пластиковых бутылках вместо батарей спасает от холода. И снова прятаться в подвал. Теперь это их постоянное жилье. Ну, невыносимо так жизнь. Дети терпятся уже. У меня уже внук знает, кто... нет, с какого оружия стреляют. Мы пошли вчера в городе, напомнили, бабушка, какая-то, короче, гаубица. Это дочка у 4 года ребенка. В этой ежедневной борьбе за выживание не до выборов. Но буквально в нескольких километрах отсюда, в самом Донецке, люди все-таки интересуются, что же там на большой земле. И жалеют, что проголосовать не могут. И у меня сейчас такое ощущение, как описано в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». А жизнь вместе с автопробегом проносилась мимо них. Я не могу выразить свое мнение, изъявить свою волю. И я ни на что, получается, так не могу повлиять. Ни на будущее моей страны, ни на будущее моей маленькой родины, моего Донбасса. Теоретически жители оккупированной части Донбасса могли бы выехать на освобожденные территории и проголосовать там, без всяких справок, только по паспорту. Центр даже специально упростил для них процедуру. Но и такая возможность для большинства, даже самых политически активных и смелых, оказалась далека от реальности. Водителям приходится объезжать по наиболее безопасным районам. А это риска увеличивает километраж и, соответственно, стоимость подобной поездки. И сумма, которой все это выливается, лишает всякой возможности нас поехать. Потому что денег у нас нет, и денег в регионе не платят с июля месяца. И есть куда ехать, и есть к кому, но жаль бросить то, что осталось от родного дома. А за что ехать? И куда? И куда? Ну дети зовут, ну и что? Куда я доеду? Это уже Луганская область, поселок Ломоватка. Он попал под перекрестный огонь боевиков ЛНР и украинских военных. Четыре человека ранены. Галки, Гаха, это самое, живот там прострелила голову. Ее мужу ноги, ноги кисть перебила. А рядом бабушка там это глаз выбила. В Луганской области и в самом областном центре, в отличие от Донецка, парламентскими выборами практически не интересуются. Так, во всяком случае, утверждают наши источники. Хотя и здесь, наверное, есть те, кто хотел бы поставить галочку в бюллетене. Да не могут. Для всех луганчан абсолютно четко понятно, что то, что произойдет в Киеве сейчас, к ним отношения имеют очень отдаленно и на их судьбы влиять практически не будет. То, что Украина все-таки проводит такие выборы и не дает фактически проголосовать трем миллионам, как минимум, на мой взгляд, своим гражданам, этим Киев легитимизирует это состояние дел и, мне кажется, это роковая ошибка. На оккупированных территориях Донбасса оказались почти 3 миллиона избирателей. И только 31 тысяча смогли выехать оттуда, чтобы зарегистрироваться на территории подконтрольной Украине. Сегодня им пришлось снова вырываться на большую землю, порой рискуя жизнью, чтобы сделать свой выбор за будущее Украины. Валентина Левицкая, подробности недели, телеканал Интер. Продолжаем. У нас наладили связь со штабом Батькивщины. Там, напомню, Катя Лысенко. Ну, ее прямо сейчас и узнаем. Что говорят представители одной из партий, которая явно прошла в парламент, что говорят о своих результатах, что говорят о будущей коалициаде. Катя. Да, Дима, ну, говорят в штабе немного, можно сказать совсем немного. Вот последняя информация и, пожалуй, единственная о политическом будущем Батькивщины в новом парламенте была от Юлии Тимошенко. Она вышла на брифинг, как только закрылись избирательные участки. И все, что она сказала, выборы состоялись, что люди доверили власть двум партиям. И в период за 23 года народ выбрал проевропейские силы и ее политическая сила будет с теми, кто будет проводить реформы. Будет ли Тимошенко в коалиции? Будет ли коалиционное соглашение? Об этом лидер Батькивщины не говорила. Не говорили об этом и в штабе. За три часа здесь не было брифингов никаких, таких вот только в 11 часов вышли новые лица, так сказать, это новые депутаты, которые пройдут Верховную Раду. Но они уже говорили не о политике, не о политическом будущем, не о будущем премьере. Они говорили о тех реформах, которые будут проводить они. Прежде всего, это судебная реформа. На сегодня уже штаб Батькивщины завершил свою работу. Здесь больше никакой информации мы не сможем получить. Все обещают завтра. И тогда, возможно, будут новые оценки и от деполов, и цифр, и, возможно, в будущем в коалиции, либо нет в коалиции. Все завтра. Катя, а о чем это свидетельствует? О том, что вот этот результат 5,7, Батькивщина не уверенно проходит, не проходит? Именно поэтому так мало информации, так мало интервью. Какое у тебя просто внутреннее ощущение как у человека, который там внутри находится? Ну, по моим ощущениям, мне кажется, что Батькивщина все-таки надеялась на более высокий результат. И вот, несмотря на то, что Тимошенко сказал, что она не разочарована, все-таки мне кажется, что в ее политические силы есть разочарование от такого вот низкого, хоть и предварительного, результата экзитбола. Спасибо. Ну, я думаю, у любого политика есть разочарование цифр. Как бы высоки не были эти цифры, все равно хотелось бы, чтобы они были выше. Ну, то же самое из облоки Петра Порошенко, можно сказать о Народном фронте и обо всех остальных. Давайте еще одно включение дадим. У нас Харьков есть на связи. Лида Калинина там. Лида, насколько сложно у вас проходили выборы? Были ли ситуации, которые можно прямо квалифицировать как нарушение, как злоупотребление, как попытку фальсифицировать выборы? Добрый вечер, Диман. Харьковская область, поскольку она рядом с зоной АТО, предрекали на выборах провокации и даже теракты. До голосования прошло в обычном режиме. Правда, без инцидентов не обошлось. Однако они скорее должны были запугать избирателей. Ночью якобы заминировали Харьковскую школу, в которой расположены три избирательных участка. А за 15 минут до начала голосования еще и больницу в Новодоложском районе. Там также находится избирательный участок. Ни там, ни там взрывчатку не нашли, но вот голосование в больнице пришлось начать позже, из-за проверки. А школьного минера милиция задержала в этот же день, то есть уже днем задержала. Оказалось, пьяный мужчина просто решил пошутить. В другой школе в Харькове уже днем двое мужчин пришли на участок с автоматом Калашникова и магазинами, полными патронов. Оружие прятали в рюкзаке, якобы представились корреспондентами и даже сами вызвали милицию, когда заметили какие-то нарушения. Ну а те обратили внимание на заявителей и решили их обыскать. Их двоих забрали, запаковали все содержимое, кулеки увезли. А там оказалось доверенное лицо депутата какого-то действующего. Задержанные якобы сообщили милиции о том, что в подвале школы граната. И это оказалось правдой. Откуда она там взялась, следователи до сих пор выясняют. Массовых нарушений на участках наблюдателей не заметили. Задержан один мужчина, который пытался купить голоса. Правоохоронцы затримали людину, которая сплачевала выборцам 200 гривен до захода на дельницу и обещала еще 200 гривен после, если эта людина или люди проголосуют за конкретного кандидата. Вместе с харьковчанами сегодня голосовали беженцы из Донецка и Луганской области. Около двух с половиной тысяч человек. А в военном госпитале раненые солдаты. Правда, раненые смогли проголосовать не все. Списки поступали до среды. Поэтому те, кто попал в госпиталь позже, право голоса на этих выборах лишились. Там, где наиболее новых прозвищ молодых в списках. Ну и те люди, которые там, я, звичайно, что себе там не заплямывали, которые себя где-то там показали честными. Ну, так старался, так выбирать. Сегодня и мэр Харикова Геннадий Кернес на избирательный участок. Он приехал в инвалидной коляске. Накануне в соцсетях активно распространяли информацию о том, что мэр якобы умер. И вот сегодня все могли бы очень убедиться, что это не так. И в Харьковском СИЗО сегодня проголосовала скандальная экс-мэр Славянска Нелли Штепа. Она прославилась поддержкой сепаратистов, когда те захватили Славянск. Сейчас она фигурант уголовного производства по делу о сепаратизме. Пришла на избирательный участок Нарядная в белом платье, но с журналистами общаться отказалась. Ну, а сейчас в Харькове уже закрылись все участки. Идет подсчет голосов. И уже утром мы увидим первые официальные результаты и узнаем, как проголосовали харьковчане. Дима. Спасибо, Лидия Калинина была с нами на связи из Харькова. Есть информация, которую мы буквально только что, даже не столько получили, сколько перепроверили у западных дипломатов. Так вот, посольство, которое мониторит ту же ситуацию, сообщают в своей столице. По их данным явка составила чуть больше 51%. 51,5%, мне кажется. Порядка 52% насчитал на данный момент Центр избирком. Так что, в принципе, вот эти данные коррелируются. Далее. Евгений Киселев на нашей дополнительной площадке, на нашей второй сегодняшней площадке, в штабе блока Петра Порошенко. Евгений, скажите, штаб Батькивщины уже закрылся, вот буквально там пять минут назад говорили, с Катей Лысенко там чуть ли не мебель выносят. А как в штабе победителей, какая там атмосфера? Ну, вы знаете, мебель здесь еще не выносят пока, но есть ощущение, что штаб завершает работу на 12 ночи, я имею в виду, назначен некий итоговый брифинг, но едва ли на нем что-то будет сказано революционное, новое. Я боюсь, что будет повторено то, о чем уже сегодня много раз говорилось. И здесь практически никого ни из политиков, ни из высокопоставленных сотрудников штаба Петра Порошенко, я имею в виду, блока Петра Порошенко, не видно, да и похоже, что многие журналисты уже отправились либо обратно в свои редакции, либо просто по домам. В общем, картина более-менее ясна. Те, кто здесь обстался, говорят, да, в общем, все понятно. С одной стороны, так называемые партии Майдана получили в новом составе парламента абсолютное большинство, я говорю так называемые, потому что, конечно же, в чистом виде партии Майдана не сохранилась, Батькивщина, объединенная позиция Батькивщина раскололась на народный фронт и, собственно, Батькивщину. На Майдане еще не было блока Петра Порошенко, а теперь он есть, и удар вошел внутрь него, ну и так далее. Свобода, она вообще решала вопрос о выживании, по-моему, там сейчас уж где пьют шампанское, так это наверняка у свободовцев в штабе, потому что им удалось преодолеть, пока, во всяком случае, похоже на то, что они преодолевают 5-процентный барьер, а на это надежд было мало, и наоборот, наверное, очень грустное настроение в штабе Батькивщины, знаете, плюс-минус 1%, ошибка в экзитполах, она может для Батькивщины обернуться тем, что они просто не будут представлены в новом составе парламента. А дальше множество вопросов, дальше начинается реальная политика, что бы ни говорили те, кто выступал сегодня здесь, в штабе блока Петра Порошенко, что бы ни говорили те, кто выступал в штабе Народного фронта, потому что по-прежнему непонятно, какая будет коалиция, кто будет премьером, кто займут ключевые посты в новом составе правительства. Я думаю, что тут очень многое зависит, и здесь и оставшиеся журналисты, в том числе и иностранные журналисты, и дипломаты, и наши с вами украинские коллеги, в этом смысле, в общем, единодушны. Надо, конечно же, дождаться результатов выборов по одномандатным округам, потому что, глядишь, блог Петра Порошенко добавит очень много голосов того, что он не получил по партийным спискам, и тогда картина будет чуточку другая, чем она видится сейчас. Вот примерно так, Дмитрий. Спасибо, Евгений Киселев, был весь сегодняшний эфир с нами на связи. Евгений, спасибо большое за вашу работу, ну и отдельное спасибо просто от меня за вопрос Петру Порошенко в прямом эфире, мы это все транслировали в прямом эфире. Огромное вам спасибо за вашу помощь, за то, что были на нашей второй площадке. Мы продолжаем. Вера Ульянченко, Александр Кужель в нашей студии. Добрый вечер, рад вас обеих видеть. Мы вынуждены сейчас прерваться на рекламу, продолжим ровно в следующем часе, ну и в этом часе поговорим о том, что происходит с выборами, о том, какова ситуация на участках, а еще, как голосовали за рубежом, и как там оценивают эти выборы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...